О ЧП, прописавшихся на дорогах нашей страны, расскажет Юрий Шевчук. В Кобрине водитель на «Опель» сбил 13-летнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованного авто. 32-летний шофер «Опель» ехал по улице Первомайской в направлении Свердлова. Возле пешеходного перехода мужчина не заметил ребенка и сбил его. Как это часто бывает, мальчик выбежал внезапно из-за припаркованного автомобиля. В результате аварии школьник получил серьезные травмы. Его отвезли в больницу. Примечательно, что буквально накануне в сети появилось видео, как брестские водители среагировали на ребенка, который пытался перейти дорогу по зебре. Поток машин шел до тех пор, пока два автомобиля не столкнулись. Только после этого у маленького пешехода появился шанс перебежать дорогу, которым он на свой страх риск и воспользовался. Фура и самосвал столкнулись на трассе М5. Авария случилась на 135-м километре дороги Минска-Гомель. По словам очевидца, водитель фуры, которая следовала со стороны Минска, не справился с управлением. Мерседес вынесла на встречную полосу, где он перекрыл движение МАЗу. Незадолго до этого прошел дождь. Трасса была мокрая, видимо, поэтому фуру и занесло. Как сообщили в МЧС, пострадал водитель самосвала. Из покореженной кабины его деблокировали спасатели. При помощи гидравлического инструмента водитель грузовика не пострадал. На въезде в Брест дорогу не поделили два микроавтобуса. ДТП случилось в районе деревни Тельмы. Там столкнулись два Мерседеса, которые двигались в попутном направлении. Судя по фотографиям, удар был довольно сильным. По информации ГАИ, шофер микроавтобуса Мерседес Спринтер, 31-летний минчанин, ехал в направлении Бреста. Он притормозил, и в этот момент в него сзади въехал другой фургон. Именно в нем перевозили 70 коробок с тортами. Весь сладкий груз пропал. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Однако водители отделались лишь испугом. Что стало причиной пожара, в результате которого был серьезно поврежден Opel Astra, сейчас выясняют специалисты. ЧП случилось накануне в Минске на улице Сурганово. Там, что называется ярким пламенем, горел легковой автомобиль Opel. Бойцы МЧС приехали вовремя, поэтому им удалось справиться с огнем, пока тот полностью не уничтожил машину. Во время пожара никто не пострадал. Продолжение следует...